Привлечь и организовать людей с ограниченными возможностями для открытия собственного дела. Такую задачу поставили координаторы проекта «Солидарность» в Чедерлунге. В рамках программы людям этой категории помогут получить консалтинговую и консультативную помощь на всех этапах. Также стоит задача объединить людей с ограниченными возможностями в единую структуру для качественного диалога с другими сторонами, в том числе и с органами власти. Мы хотим, чтобы местные органы власти, мы со стороны неправительственных организаций и сами люди с ограниченными возможностями подумали и решили и создали такие организации. Соответственно, подобрали туда представителей, руководителей этой организации, для того, чтобы могли вести через эту организацию диалог с местными органами власти. Сегодня в Гагаузии каждый десятый житель – это лицо с ограниченными возможностями. Такую статистику приводит директор Центра по правам человека в Камрате Светлана Миронова. Проблем в области обеспечения прав людей этой категории более чем достаточно, однако есть и положительные моменты в этом направлении. После того, что нами был сделан определенный анализ по уровню доступности публичной сферы, наконец-то стали перестраиваться некоторые публичные здания, именно стали устанавливаться пандусы. Это сейчас есть и в исполкоме Гагаузии, и в прокуратуре Гагаузии. Мы видим эти положительные примеры. Конечно, важна роль и общественных организаций. Специалисты утверждают, что в Молдове есть НПО, в уставе которых прописана защита прав людей с ограниченными возможностями. Но на деле не все из них принимают активное участие в работе с инвалидами. Мы проводим в городе уже около семи лет эти акции, благотворительные концерты по сбору. Раньше мы собирали для операции, но сейчас в основном мы собираем только игрушки, книжки. Галина Кристева – человек с ограниченными возможностями, самостоятельно воспитывающая сына. Говорит, что та материальная помощь, которую она получает, не хватает для полноценного развития в обществе. У меня вот ребенок есть, и не могу содержать даже ребенка. И на ребенка ничего не платят. Я вот когда говорила, спрашиваю, может поможете мне чем-нибудь. У нас в городе немного таких вот, как я, мать-одиночка и инвалидка. Встреча с людьми с ограниченными возможностями и представителем местных органов власти прошла в рамках проекта «Солидарность» при финансовой поддержке посольства США в Молдове. Внедрение проекта началось в апреле месяце. Идрение проекта «Солидарность»